Да, 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 да. Хорошо, еще раз. Почти. Вот смотри, вот все, почти все идеально, вообще все идеально, да? Только посмотри, ты когда уже спрыгнула, да? Раз, вот тут. Ты попробуй не подсаживаться, а ты как бы уже немножко на мягкие ноги приземляешься. Тут мы не делаем сейчас жесткое приземление, потому что, ну, и травматично, потому что пол твердый, может, был бы мягкий пол, это была бы другая ситуация. И момент второй, смотри, это полуфаза удара, то есть когда ты делаешь вверх и вниз. Но в любом случае, ты же со скамейки не сваливаешься, ты все равно чуть-чуть подпрыгиваешь. И вот это вторая фаза удара, когда ты уже выпрыгнула и приземляешься с ударом. Я бедро кручу, я разворачиваю бедро. Вот здесь вот, вот здесь себя сильно не садить, чтобы ты почувствовал, что ты приземляешься на обе ноги. И ударить. Попробуй еще раз. Именно бедро должно пойти. Вращаешь бедро. Во! Почти, ну видишь, чуть-чуть у тебя сейчас правое плечо. Да. Почему? Потому что чуть-чуть ты вот тут пошла. Ты прыгаешь бедро и плечо. Бедро и плечо. Вот, проверяем. Стоять, стоять, стоять. Теперь выпрями колени. Видишь, вот здесь прогиб? Спинка не совсем круглая. Выпрями колени. Колени. Во! Колени выпрямило, а спина нет. Все, что вверх, это ноги. Проверяем. Смотри. И вперед... А, колено выпрями левое. Вот, теперь ты стоишь. Значит, положение было, ноги стали правильнее. Обратно. Раз. Вниз колени. Пах. Просто опа, села. Давай еще раз. Ну, другую. Смотри. Будешь падать. Почему? Смотри. Смотри, что ты сделала. Вот здесь нарабатывается очень сильно исходное положение, предударное положение. Ты сейчас, когда встала в стойку, ты свела руки уже. Ты свела кулаки, и у тебя получилось... Посмотри на меня. У тебя получилось вот такое движение. То бишь, плечо... Плечо-то должно было пойти вместе с кулаком. Правильно? А кулак оказался уже, чем плечо. Получается вот такое действие. Висят руки. Бедро и плечо. Все, до свидания. Давай. Не своди кулаки вместе. Посмотри, потом покажем. Саша, попробуй с этой стороны, чтобы лицо... Давай. Чтобы именно вот, исходное положение. Не своди кулаки вместе. Давай. Во-во-во-во. Но я видел, но я видел ситуацию, что ты что-то собиралась сделать кулаками. Ты просто спрыгиваешь, и вращение бедра должно пойти. Чтобы никакого... Опять узко руки были. Поставь руки чуть шире. Кулаки чуть шире. Ты не локти... Вот, во. Вот оно ты. Вот здесь. Кулаки висят. Локти висят. Локти вот-вот они висят. Вот три пальца твои. Узко руки опять поставил. Шире чуть кулаки разведи. Во. Чтобы кулак был у плеча. От плеча шел. Давай-давай. Ты опять начала плечом. Ты начала плечом. Именно начни вращать бедро. Спрыгивай, вращение бедра. Во! Вот сейчас было по-другому? Вот это ощущение. Вращение бедра. То есть смотри. Получается, можно пятку без бедра, но плечо, да? То есть короткое движение будет. Но когда включается и бедро, оно посередине находится ходит, то у тебя получается разворачивается вся твоя тушка. Но если пойдут плечи разворачиваться, то тебя вот здесь порвет. Поэтому ты вращение бедра и рука. Пробуй еще раз. Вращение бедра и рука. Во! Вот ты сейчас молодец. Придержала руку. Правильно? Пошла. Ты вниз и крутишься. Но крутись все-таки. Да-да-да-да. Вниз и вращение. Во! Вот идеально. Видишь, у тебя ноги никуда не ушли. Все. Вот оно положение. Молодец. И сюда, понимаешь? Смотри, вот сюда давай добавим второе движение. Второе действие, да? Второе действие. Ведь смотри, здесь какой еще элемент присутствует. Ты обеими ногами толкаешься. Потому что когда удар ты бьешь, как бы ты не хотел, невозможно ударить справа, толкнуться правой ногой, а левую не вытолкнуть. Мы с собой тоже разбирали. Все равно это обеими ногами. Вверх и вращение. Обе ноги. Просто одна нога что-то становится? Опор. Становится правильной опорой. Она уже выпрямилась. А вторая нога, в данном случае ударного, еще продолжает вставать, вращаться. И в конце вот такой подбойчик получается, да? Давай теперь посмотри, вот такое движение. Вот ты опять спрыгиваешь. Смотри. Раз, да? И вот теперь вот здесь сюда же дорабатываешь вот такое. Вот здесь уже жестко. Попробуй сделать. Потому что, смотри, удар у тебя. Вот он в конце подбился. Попробуй. Во! Почти-почти-почти. Крути бедро. Еще раз. Обратно в исходное положение. Ударил, раз. Обратно в исходное положение. Да. Да-да-да. Сильно не подпрыгивай ногами. Короткое движение. Во! Молодец! Вот-вот-вот-вот. Вот здесь короткое движение. То есть ты раз приземлилась, у тебя ноги уже получается расслаблены немножко. Тебе не надо уже опять садиться. Ты опять коротко вытолкнула. Это как двойка идет. То есть ты мягко... Ты заряжаешь одну руку и бьешь. Молодец. А теперь спрыгни в боевой стойке. Боевая стойка. Становись. Ну, во. Да-да. Становись боевой. Человек, как, не можешь встать, что ли? Вот носок, вот пятка. Вот поставила. Вот висит. Пятка задняя, носок передний, ноги висят. С ударом, да? Да, с ударом, да. Не было первого бедра. Во! Во-во-во-во-во! Бедро первое. Бедро разверни первое бедро. И вот ты приземляешься на мягкие ноги как бы, да, и вот выход в двойке на правой прямой. Ну-ну-ну прям встать, пробить ими. Рано руки. Да-да. Ещё разверни. Молодец. Почти. Чуть-чуть левая нога. Видишь, развернулась? Значит, чуть-чуть поторопилась. Плечи вот эти переход делают. Ещё раз. Во-во-во-во-во. Всё, да? Пойдёт. Вот этим упражнением простым как бы... Опять мы говорим об опережении руки и ноги. Что когда какой-либо ударное действие не было, что раз вы шагаете, раз вы либо сокращаете дистанцию, либо разрываете дистанцию, то в любом случае должны пойти ноги. Вы должны прыгнуть и ударить. Вы должны шагнуть и ударить. И в любом случае сначала что происходит? В любом случае вверх и вниз. То есть получается как бы по дуге. Нам всё равно ногу оторвать надо. То есть я встаю, и момент, когда у меня нога пошла вниз, это и есть ударное движение. Рабочее, точнее. То есть я поднимаю ногу, опускаю, и вот это и есть рабочее движение. То есть вот это со скамейки спрыгивание, это и есть наработка той полуфазы ударок уже ударного части выхода кулака при момент сближения с противником. То есть шаговый, либо подскока. То есть вторая часть удара. Уже самого, так сказать, удара. То есть я подпрыгиваю и приземляюсь. Вместе с ударом. Опережение локтя, пятка, бедро. Я вверх, и вниз вращение происходит у меня. И в конце будет вот такой подбой, если брать это, именно в этот момент переход инерции. Вот здесь вы пробиваете удары. Если ваша рука пойдёт раньше, вот вы как раз и начнёте заваливаться, либо ноги у вас не выпрямят, потому что будете валиться, может не даст вытолкнуть всю полностью массу свою. В ударное действие. Потому что вы теряете равновесие. Вы уходите с линии оси вращения. Раньше рука пошла, потянулась рука, локоть встал раньше плеча. Вверх и вращение. И на скамейке вы получается именно спрыгивать, то есть это вторая половина удара. Когда вы уже приземляетесь с ударом. Вот это наработка сохранения равновесия, то есть очерёдности руки и ноги. Таким простеньким движением можно это нарабатывать. Пользуйтесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.